Что это за безобразие едет? Куда оно едет? Я не понимаю. Почему его пустили на трек? Это безопасно? Мне кажется, это бандит. Совсем обманулись все с этим Project Cars'ом. Привет, бандиты, манкины-гонщики и пришедшие, хули пойми откуда, и вообще не понимающие, что они смотрят к типу. Это школа гоночного мастерства от зима. Устраивайтесь поудобнее, занюхивайте бензик, выгоняйте брата из комнаты и одевайте наушники, чтобы мамка не застукала, а то заругает за то, что компьютер ругается. Простите, меня не было целую неделю. Дело в том, что я попал в передрягу с местным псом и мне пришлось запустить судебный процесс. После того, как я его выиграл и отсудил у сучара его будку и 3000 воображаемых долларов, я вернулся к тусовкам в автосимах. Мне написали, что маловато гона, как-то выходит у меня в роликах. Поэтому сегодня я пытался записаться в лигу для Project Cars'а, однако, я не прошел тест от наркоконтроля. Я пописал в баночку, их все устроило и почему-то они были дико удивлены, когда нашли у меня тонну спайсов в багажнике. Я же говорил, что я такое не употребляю, просто машину заправляю, но ем иногда, когда нервничаю. Это типа успокоительная тема такая. Но не употребляю же. И мне пришлось просто найти какую-то гонку в списке открытых лобби Project Cars'а. Я смотрю, тут такая мода, симуляторы себе собирать. Реалистичность там, ощущения. Но все это хуйня, знаете ли. На деньги, полученные выигрышем судебного процесса, я установил себе систему, ебаный пиздец 5000, которая моментально швырнет меня в окно, когда я попаду в аварию в игре. У системы есть некоторые недоработки, и даже, получив небольшой контакт, я рискую пролететь сотню метров, пробив окно своей задницей, но я ведь пилот суперзвезда, у меня все классно. Я залил в машину самопальный дизоморфин, так как спайс отжал наркоконтроль. Он, на удивление, куда больше плющил эту колесницу, и я был быстрее парня, но и он неплох, так что я дал ему проехать. Правильным решением было сделать модный в ебан, который принято делать в том повороте, по правилам Европейской Автомобильной Ассоциации, однако, разработчики Project Cars обоссали эту ассоциацию, всей командой из 50 торчков и 30 монтажников артхаусных кино и у меня не вышло из-за особенностей местной физики. Это очень странная физика, когда машину нельзя в полной мере вести правильно, и в то же время нельзя накосичить. В автомобилях BMW постоянно происходят всякие потасовки, так что они часто вылетают с трека. Они никак не могут без своих браток, которые постоянно не могут поделить пивос, выбрать лучшую футбольную команду и лучшие ПТУ в городе. Вот, например, один из таких случаев. Так как это гонка против одного, я последовал местным обычаям и подождал своего соперника, делайте так тоже, иначе вас ебанутым посчитают, типа сами с собой гоняетесь. Спустя пару поворотов, мне надоело это терпеть, и я пошел на обгон. Многомиллионные аудитории в виде пары пауков на потолке занервничали и внимательно наблюдали за тем, как я постигаю вершины местного автоспорта. Система ебаная пиздец 5000 сработала на ура. В момент касания стены, мою жопу пнула силовая установка, похлеще тех, что в реактивных самолетах я стремительно направился к окну по воздуху. Проломив два слоя толстого стекла, я прилетел под место местной гопоты, получил пизды и пошел домой чистить комнату отбитого стекла и зализывать раны. Я гнался за ним некоторое время и он накосичил. Несмотря на игнорирование моей вежливости, я подождал его еще раз. Мать сплакала, подруги восхищались, друзья слали мне смски с текстом зачет, чел, а моя стенка ВКонтакте была переполнена постами с благодарностями за то, какая я гордость для саной стороны. Я думал показать ему урок уважения в гонках против одного, но он ничего не понял и уехал дальше, когда меня тоже развернуло. Я обиделся на такое положение дел и пошел заниматься другой хуетой. А теперь я проверю ваши домашние задания. Почему этот парень такой пидарос? Жду ответов в комментариях. Кто ответит неправильно, отпишу линейкой и маме позвоню. Пауки на моем потолке были недовольны моим проигрышем и стали поднимать барагас. Пробравшись через охрану из тараканов, они решили вкатить мне пизды. Судя по всему, эти ребята ранее увлекались наскаром. В общем, мне пришлось остановиться и по-быстрому сбегать за туалетной бумагой, чтобы смыть этих двух говнари в толчке. Тем временем, мимо меня пронеслась какая-тот же эти три банда. Сука, я тоже хочу свою банду. Я поехал за ними и нихуя не произошло, поэтому мне нечего вам показать. Чтобы завести свою банду, необходимо заиметь уважение. А чтобы заиметь уважение, надо чтобы девки текли. Поэтому для привлечения девок я скачал себе ручник из интернета, словил винлок, вызвал друга программиста, который вызвал мой компьютер на кулачный бой и сбил мой винлок, а потом я наконец-то поехал давать угла в ассета корса. Поборов заборчики, я вылез на дорогу и будучи униженным местными бандитами, отправился к поворотам. Вот и первый поворот, щайбану и местные девки потекут сильнее вашего хюндая после зимы. Ладно, давайте сразу закончим с этим пафосом. Как оказалось, пары бензина негативно влияют на сознание, и у меня не выходило делать ничего, кроме ссаных слайдов. Поэтому я решил, что пора заканчивать с гонками, и пошел придумывать план о том, как бы мне облить псину в минус 30 так, чтобы она сразу каменной стала, и я смог спокойно ее трахнуть. Скажу сразу, мой план не сработал, на улице не минус 30, и я просто танцевал вокруг псин, обливая их водой. Ставьте лайк, подписывайтесь, и пишите, на каких трассах вам хотелось бы увидеть следующие школы, и чему вы хотите научиться. Надеюсь, вам понравилось. Не спорьте со взрослыми, выносите мусор во время, и не бегайте с ножницами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!